Большой старинный дом на Куйбышево 75-77 долгие годы ждал своей очереди на ремонт фасада. Он один из 14 зданий, включенных в текущем году в программу ремонта. Жители говорят, ремонт дому очень нужен, все-таки историческая часть Самары. Обязательно. Во-первых, нам делают крышу, делают фасад, потому что уже запущено было, давно не делали. Нам еще и балкон обещают поменять, то есть уже эскиз нам показывали, нас устраивает все это. Делают нормально, люди контактные, приятно то, что с людьми можно всегда на связи, всегда откликаются. Мы довольны. Не ремонтировался дом, ну, многие лета, так скажем, да, а сейчас вот привели уборский вид, все красиво, культурно, хорошо. Еще один дом, изюминка Самары, расположен на пересечении улицы Гибаловой и Красноармейской, построен еще в 1935 году. Системная работа по ремонту фасадов и кровель домов в исторической части города организована за счет бюджета всех уровней. В рамках государственной областной муниципальной программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также городским властям удалось привлечь частных инвесторов, которые вкладывают деньги в архитектурное наследие. По поручению главы администрации Олега Фурсова создана специальная межведомственная рабочая группа, которая взаимодействует с меценатами. Для того, чтобы произвести вот такой косметический ремонт фасада и кровли, у нас есть, мы организовали межведомственную комиссию, я уже об этом рассказывал под моим руководством. И мы делаем обследование, анализируем все здание полностью, начинает футамент, кончая кровлей, делаем фотофиксацию, описываем технологию всех производимых в будущем работ, определяемся с материалами. За счет частного бизнеса уже отремонтировано несколько объектов культурного наследия. Например, дом купцов Плехановых и дом Егорова. К приезду гостей на Чемпионат мира в Самаре будет отремонтировано больше ста исторических фасадов. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.